Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня уже 1 ноября, так быстро-быстро идет время. И вот раз я вчера открыла рубрику «Ответы на вопросы», предложила вам задавать вопросы, я буду на них отвечать, сейчас я открою мои комментарии на канале YouTube. И сразу пройдусь, много вопросов уже пришло, сразу пройдусь и распределю вопросы. Какие-то, конечно, на какие-то вопросы даже время не стоит тратить и видео снимать. Я расскажу сразу, по каким вашим вопросам я сниму в последующие, ну вот, например, на следующей неделе, в последующее время видео, а какие, отвечу сразу, потому что они, ответы несложные, можно ответить просто «да» или «нет». Сейчас мы пройдемся по всем вопросам. Вот Наталья Кацаренко написала, «Не получается вырастить патиссоны, очень хочется, может, есть секрет, какой-то кабачки растут хорошо. Наташа, я тоже выращиваю кабачки, они растут хорошо, а патиссоны я попробовала вырастить, мне почему-то не понравилось. Во-первых, вот эта их форма не очень удобная, их жарить неудобно, кабачки-то как раз... Я их не выращиваю. И я сразу скажу, никаких секретов я не знаю, может быть, люди другие откликнутся, но я про патиссоны ничего сказать вам не могу. Вот Елена Шукюрова написала, что «Как вы думаете, получится ли у меня что-нибудь вырастить в тоннелях, томаты распекированные?» Короче, я весь вопрос не буду читать. Я сразу скажу, что эту тему я обязательно буду освещать в видео, потому что мне многие пишут, что начали уже выращивать в тоннелях, многие вырастили в этом году в тоннелях для продажи, кто-то даже на эти деньги купил теплицу, я знаю таких людей. Я очень рада за таких предприимчивых огородников, я сама из таких очень люблю, когда люди не просто для души работают, но еще получают с этого дополнительный доход. Нам, пенсионерам, это просто необходимо. Вот это будет тема отдельного видео, я сейчас даже отвечать на этот вопрос не буду. И вот Светлана Титкова про сибирскую тройку спросила. На сибирские тройки тоже пасынки не удалять? Это вот продолжение темы про петрушу. Про сибирскую тройку я тоже буду отдельно рассказывать, потому что тут в двух словах не объяснишь. Там нужно, как считается, частичное посынкование, умеренное посынкование, но это не для этого формата. Вот для такого ролика вопрос-ответ. Тут быстро мы все должны делать. Вот Светлана Титкова про лук спрашивает. Вы не успели посадить лук? Я тоже не успела. Как вы храните лук? Подвала нет. Про лук надо тоже отдельно рассказывать. Я тоже не успела. Но я, в отличие от вас, я решила не хранить этот сивок, а на зелень посадить его. Всю зиму буду с зеленью, а весной лучше куплю новый. Так, вот Юля пишет, задавала уже этот вопрос, как получилось при посадке монгольского карлика к индентам. Юля, я ваш вопрос записала, вынесу в отдельное видео, буду снимать, потому что многим это интересно, хотя я уже отвечала на этот вопрос, но я отвечала так в комментариях где-то, очень кратко, а я хочу прям подробно рассказать людям, что будет, если монгольского карлика загнать в теплицу. И вот Елена тоже пишет, можно ли посадить в одну теплицу. Это, короче, о соседствах. Какие культуры можно вместе садить, какие нельзя. Это тоже будет тема отдельного видео. Я вот уже написала, что о совместных посадках теплицы. Татьяна Баринова спрашивает, Ольга, я уже спрашивала летом, ответа не было, и меня интересует при таком количестве с тяжелыми кистями, как справляться, которые обламываются. Ну, знаете, Тань, я все кисти не подвязываю, и томаты, они все очень разные. Например, у юбилейного Тарасенко, несмотря на то, что у него плоды небольшие, мелкие, но их много, до 30, даже до 40, они обламываются. Вот его я подвязывала. Это, по-моему, единственный томат, которого я подвязывала. А вот наши сибирские томаты, Ботяня, несмотря на крупный плод, вот любимый праздник, тоже крупный плод, Вова Путин, какие огромные были плоды, кисти не обламываются. Не у каждого томата с крупными, тяжелыми кистями, они обламываются. У кого-то есть прочные, у кого-то есть непрочные. И, конечно, вы правильно заметили, что с таким количеством огромных томатов я не могу все их подвязывать. Я их даже привязывать к колушку, посынковать не всегда успеваю. Но вот я заметила, что не все они обламываются. Я нынче подвязывала только юбилейного Тарасенко. У него прям к описанию, к сорту написано, что его нужно подвязывать, что он обламывается. Остальные я вообще не трогала, и все было нормально. Так, вот про Петрушу. Вот про Петрушу очень много комментариев. И кто-то пишет, прекрасный сорт. Кто-то пишет, у меня не получился. Как я вчера и говорила, что есть и плюс, ну, есть и за комментарии, есть и против Петруши. Вот Роза пишет. Опять про это уже, про хранение томатов. Я уже устала эти комментарии такие читать. Пипец, Оля, ответьте, сколько у вас теплиц в каком-то городе, наверное, все это продаете. Почему они долго хранятся? Сразу отвечу, в каком городе это. В Бийске не продаю, потому что эти томаты, вы понимаете, это невозможно их продавать. Это же отходы от всего томатного, вот этого урожая. Все хорошие уже давно съедены, а эти были сняты зелеными, недозрелыми, недоразвитыми. И потом, когда они в подвале созревают, они уже не то качество, что с кустов. Они идут только на переработки. Я вот делаю с них суповые заправки. И все, ничего я это не продаю. У меня огород 6 соток. И это, я не знаю, почему людям кажется, что это огромный большой урожай. Это остатки, это какая-то капля в море от основного урожая. Ничего под именем пипец здесь нету. Так, вот про петрушу положительный. А, нет, вкус отличный, но урожай не удивил. А где-то вот там женщина. Опять про этот подвал. Ну и куда столько? На Маланью свадьбу. Я не знаю, что такое Маланья свадьба и что за свадьба, где едят только помидоры. Вообще странные комментарии. И Попов Алексей вот про придомовую теплицу пишет. А показать внутри? Ну, если бы вы посмотрели на моем канале, я всю весну шарюсь в этой внутри теплице и все показываю внутри. И показывала, как она устроена, на каком расстоянии полки. Но иногда люди не хотят сами искать. Хотят, чтобы для каждого отдельно зрителя я пока снимала отдельное видео. Вот написано, петруша не получается была. Вершинная гниль. А вот Татьяна пишет про схожесть семян, что томат такая культура, куда ни ткни, везде взойдут. Из маринонных томатов, прошедших термическую обработку, выпрошенных на помойку, собирала томаты. Да, это тоже, я вот про это и говорю, иногда солонину вылезешь на улицу, а потом летом вырастают, еще успевают созреть. И вот правда, Вероника спрашивает вопрос про эти штамбовые, что почему-то у нее вырастают до метра, почему так происходит. Но тут, знаете, причин может быть очень много. Во-первых, вы же заметили, что когда в теплицах мы высаживаем любые, даже самые низкорослые томаты, они тоже вырастают до метра и больше. Могут вырасти большие, вытянуться из-за того, что, может быть, бусты посадили. Может быть, очень плодородный грунт и идет жирование, тогда он вообще огромный вырастает. Это у всех индивидуально. Я вот, например, никогда не возьму на себя ответственность сказать, почему у кого-то вырастают вот такие огромные помидоры. Вы это сами должны понять. Может быть, вы их перекармливаете. Может быть, действительно, где-то они в тенечке, что они тянутся в высоту. Ведь он томат все равно. На этот вопрос у меня ответа нет. Вот про Петрушу Огородника интересный комментарий. Не могу пропустить. Татьяна. Может быть, название Петруши Огородник говорит само за себя. Посадите меня в огороде под открытым небом. А возможно. Раз он огородник. Ну, пишет Елена Колесник. Интересно все, как можно заказать семена, как понять, что заказать. Интересно, когда чем удобрять. Но это ясно, что тут если начинать новичкам объяснять, это нужно опять все сначала от самых семян и до урожая. Если вы зайдете на видео, конечно, вы увидите там почти все ответы на свои вопросы. Оксана Грея спрашивает, как вы отдыхаете? Так, ответ. Я всегда ищу отдых в селе. Один старик сказал, что не ищи он в городе. Знаете, как лучше всего отдыхать? Я когда-то давно-давно прочитала статью, что лучший отдых это перемена труда. Ну, то есть, если вы занимались, например, чем-то, вот как рыхлили, в наклон, в скрюченном состоянии, следующее действие через час или через два нужно обязательно, чтобы вы были в расправленном состоянии. Вот так я и отдыхаю. Я, например, в огороде. Поползаю, поползаю на четвереньках, порыхлю там, попосынкую, бегу домой. Дома, конечно, много всегда грязной посуды, надо все. И вот стоя в расправленном состоянии мою посуду или там готовлю на борщ какие-то для приготовления еды. Следующее, например, действие. Пойду, сяду за компьютер, сидя, это тоже отдых. После стоячей мойки посуды это отдыхаешь. И вот так я меняю положение. То одно, то другое, то третье. И это тоже своеобразный отдых. А вообще, мой папа, который проработал в селе всю жизнь, он всегда говорил, на том свете отдохнем. Мне очень жалко своего времени на отдых. Я знаю, что это неправильное отношение к себе, что это вот так вот как-то. Нутродуголизм это тоже болезнь. Я не могу лежать. Если лягу, у меня портится настроение, я начинаю на себя злиться, что в это время я могла бы что-то сделать, а я тут лежу. И я быстренько встаю и начинаю отдыхать во время другой работы. Все. Так. И вот про обогрев написано жаль, что это реализуемо только в теплицах при своем доме. А я уже мечтаю, если у меня обогрев в теплице получится, я мечтаю, а почему бы одну грядочку не подогреть вот ту, которую я в тоннеле высаживаю. Ну и пусть она будет весь год отключена, только в тот момент, когда там в тоннеле сидят мои любимые томатики. Помните, как в этом году завалило все снегом? Метель, буран, мороз. И в это время как бы пригодился этот подогрев, чик, включил, и они там такие сидят в тепле и радуются, песенки поют. Ну это, конечно, мечты, но все равно задумка уже такая есть. Но мне еще надо сначала опробовать в теплице, а я уже на шаг вперед иду. Ну, не знаю. Мне кажется, что это можно и в открытом грунте так сделать. Вот смотрите, вот пишет Таня, по-моему, в Ростовской области погода 40-43 градусов, тени, что можно сделать, чтобы получить вырожай в этом году? Ничего не было, только пошли осенью, я убрала их зелеными. Таня, мне кажется, вот у вас мы очень рано высаживаем, торопимся, потому что у нас короткое лето и осенью быстро холод приходит. А мне кажется, может быть, вам попробовать тоже высаживать раньше, когда еще у вас нет такой ой, извиняюсь, долго говорю, когда в горле першит, когда у вас нет такой жары, может быть, высадить пораньше, пусть даже они будут под пленочкой, когда будет холодно, но они успеют до наступления вот этого пекла как-то завязать хотя бы плоды и созреть. Но я, видите, какой плохой советчик для жителей Ростовской области. Никогда в Южном регионе не жила и ни разу даже не была, я не выезжала никогда за пределы Алтайского края. Так что, что там происходит у вас в жарких странах, я даже не знаю, даже не представляю, как там у вас. Наверное, его надо отдельно сажать, это про Петрушу опять. Ну вот, пишет зрительница, дюймовочка, что в этом году посадила Петрушу Огородник первый раз, всего 4 штуки мне понравилось, сейчас растет в ведре на кухне и до сих пор плодоносит. Этот сорт посадила, смотря ваши видео. Вы увидите, как применили его еще дальше, раскрыли еще одно достоинство Петруши Огородника, что можно его затащить домой и он еще будет наверное осенний и зимний период плодоносить. Я говорю, очень продолжительное у него плодоношение. Совершенно верно Эля пишет, вы правильно описали это все про Петрушу, тоже не сразу его поняла, хороший томат идет в баночку. Ну, тут тоже как мучились с Огородником. Сначала было зависть и мало, потом дождь пошел, зависть пошла. Так, а вот тут Лидия пишет, и в теплице, и в открытом грунте везде был супер. Видите, какие разные комментарии об одном сорте. Поэтому я говорю, пока вы сами не попробуете, еще есть даже понятие, я верю в это, что кому-то какой-то томат идет, а какой-то нет. Вот некоторые пишут, ой, у меня без проблем, я его выращиваю, такой урожай, а другие много лет высаживают, но не могут они получить хороший урожай, выкидывают его. И бывает и так. А вот Леонид Бухтияров пишет, что листья специально удалять не нужно, если только нижние пожелтевшие, что у каждого растения есть своя ДНК, программа развития, пусть растет, как природа запланировала. Я все это понимаю, и с Леонидом полностью согласна, но у нас, у городских жителей, вот из-за экономии этого места, там на этих шестисотках, у нас и бассейн, и баня, и эти теплицы, места совсем мало. Вот насадим тесно-тесно, а потом эти листья растопорщатся, они мешаются друг другу и вынуждены удалять. Я вот делаю удаление листьев только из-за того, что, да, загущенные посадки, конечно, было бы у меня 10-15 соток, я бы их рассадила, так они привольно бы у меня росли, но у меня они все в тесноте. Вот Татьяна Ушакова пишет, что я поняла свою ошибку, Петруша в первый год очаровал, была в восторге, я на второй год решила сосредоточить на нее внимание, сделала кучу ошибок. Два в одном посадила, один другого забил. Ну, короче, ошибки есть, и я сразу вас предупреждаю об этом. Вот Татьяна Рожина пишет, что все нынче замерзло, у нее хочет на будущий год снова повторить. Это правильно, не нужно расстраиваться. Отличный сорт, про Петрушу пишут, пишет Валентина, узнала о нем у вас на канале, получилось сразу много, вкусно и рассада крепкая, сибирский томат. Вот у Валентины все отлично получилось. Петруша супер, очень красивый, урожайный, неприхотливый, никаких проблем не создавал, валялся на укрывном, полила раза три, больше ничего не делала. Помидорки крупные, красивые, сладкие, мясистые, розового цвета, плодоносит, очень долго хранится, не очень любилась в этот сорт с первого раза, садите, не пожалеете, он не ранее, на рассаду нужно в феврале. Так, это про подвал, что, все супер, так, это про Петрушу, сажала рассаду, рассада супер, толстенькая, коренастая, но итоговый результат не очень, но я с помидорами не очень дружу. Вот Елена пишет, начинающий огородник, но Петруша получился отличный, с первого раза, среди детерминатных, уличных понравился, больше всех не сравнить ни с Санькой, ни с Демидовым, ни мелкий, к фитофторе устойчивый, едим до сих пор, мясистый, живу в Сибири. Предлагает купить еще, Петр предлагает купить розовую стеллу, а Татьяна Завецкая пишет, и она розовоплодная, ну а Петруша, кстати, тоже розовоплодный. Так, где хранить семена, буду потом рассказывать, опять про этот подвал, Зоя пишет, офигеть, зачем так много, почему людям кажется много, мне это кажется обычно, не знаю. Вот доктор Румянцев пишет, как по мне, семена томатов имеют больше срок хранения, чем магазинные, проверены на моем опыте, но это, да, конечно, свои семена, я уже про это рассказывала, что, конечно, свои семена, они намного сильнее. Вот, кстати, комментарий, не знаю, почему, конечно, человек на нашем, на этом канале моем сидит здесь, написано, правда, классно, но это столько труда, раньше я тоже занималась огородом много, но, к счастью, поняла, что это такая ерунда, в жизни много интересного, а пару килограмм томатов можно на рынке купить, тратить время, чтобы копаться в земле, изменить, если что-то не так. Вот видите, какие противоположные, вот пишут, что в жизни много интересного, а для кого-то, например, занятие на земле, с землей, с растениями является самым интересным, у меня тоже много увлечений, я и бисером вышиваю, я вяжу, вяжу на всю семью, и свитера, и шапки, шарфы, носки, варежки, перчатки, все вязанное своими руками, вот во все свитеря, в которых я хожу, это моя работа, шила себе всю жизнь сама куртки, даже шубы, все курточки, в которых вы меня видите, это тоже сшиты своими руками, да, в жизни много интересного, и вообще, у меня и кулинария, я раньше вообще увлекалась, и от заливных, до тортов, вот с масляными, такими розочками, были всякие формочки, вот эти выдавливать, всякие наконечники, но это еще не значит, что огородом, как если чем-то другим занимаешься, то огородом нельзя, вот мне нравится все, и огородом заниматься, и шить, и вязать, и готовить кулинарию, и собак развожу, умею, по крайней мере, когда-то занималась, теперь снова хочу, опять завести собачек двух, чтобы разводить, да, в мире, в жизни очень много интересного, и огород, один из самых интереснейших, таких занятий, земля, это наш исток, она питает силу, ничто, ни вышивка бисером, ни вязание, ни шитье, так не восстанавливает, человека не заряжает, как копание в земле, и когда пишут, что это такая ерунда, ну, значит, вас еще не пригнуло к земле, и вы еще этого не поняли, с годами, может быть, поймет, 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 не знаю, кто там, комментатор этот, вот про пиноккио, про, хочется, этих, томатов, зимнего, короче, зимнее выращивание, тоже буду про это говорить, сразу говорю, что я не выращиваю, я считаю, что, ну, мне некогда заниматься, но я все расскажу про это, я пыталась, пробовала, и сейчас у меня помидорка растет, но она уже захерела, так, слезниеда, так, пишут про серную шашку, что угробила серная шашка, железный парник, вот про серную шашку, я так и не поняла, кто-то, хвалит, кто-то наоборот говорит, что, ну, кто-то хвалит, но, в том виде, что, никакого вреда она не приносит, что они обрабатывают, кто-то говорит, что нельзя ни в коем случае, все у них заржавело, вот, Пуся Мусина пишет, подскажите, сорта устойчивые к кладоспориозу, неужели только гибриды, вы знаете, у меня такая ситуация, я отдельно устойчивые к кладоспориозу томаты, никогда не выбираю, никогда эту информацию я не собираю, потому что я высаживаю только по тому принципу, какой мне нравится сорт, тот и посадила, лучше посадить тот, который тебе нужен, а потом проводить профилактику, чтобы не было кладоспориоза, я не думаю, что есть сорта, которые вообще полностью устойчивы к заболеваниям, наверное, таких нет, лучше следить за грунтом, делать какие-то профилактические обработки, а исключать из-за того, что он подвержен кладоспориозу, но я так не делаю, нет, так, ну все, я рассказала, какие будут вопросы в отдельных видео, на что-то я ответила вот сразу сейчас, по ходу, чтобы они не накапливались, как я поняла, что интересует людей очень многое, будем начинать, так, и про тоннели буду рассказывать, и про, вот тут про, есть, Елена Изминская написала, вот это про соседство, что можно садить вместе, что нельзя, сейчас самое время обсудить все темы спокойно, без спешки, не то, что летом, когда вот бежишь и не знаешь, то ли видеокамеру с собой прихватить, то ли самой добежать скорее до дома и скрыться в тени, у нас на нынче было очень жарко, тяжело, иногда заходишь, голова кружится, и когда вот пишут, что, а почему вы вот это не показали, вот это не показали, да просто сил не хватает, вот и все, до свидания, желаю всем за зиму все знания приобрести, научиться выращивать много, тут одна написала зрительница, научилась у вас выращивать томаты, получила такой огромный урожай, что не знала, что аж испугалась, не знала, куда девать, давайте лучше у нас будет проблема, куда девать наши томаты, это же две проблемы, сначала как вырастить большой урожай, а потом куда его девать, давайте пусть у нас будет проблема всегда, куда его девать, как вырастить, мы научимся. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, 1 ноября. Наступает такой период затишья для садоводов-огородников, когда можно и журнальчики почитать, и какие-то энциклопедии, в интернете какие-то сведения поискать. Я иногда буду просить у вас совета, например, по поводу того или другого сорта выращивали вы или нет, потому что нынче накупила в магазине очень много новинок. Вот сейчас буду сидеть и думать, какие же из старых сортов изгнать на время из огорода, а посадить новинки, потому что на моих шестисотках все не вмещается, глаза заведущие, руки загребущие, хочется еще новых и новых сортов. А куда же девать старичков? Ладно, до свидания.